Друзья, всем добрый день! Меня зовут Наталья Носова и мы с вами на канале Дарвинский музей Дети. Как обычно, я выполняю ваши просьбы ответить на вопросы или рассказать о каком-то необычном животном. Ну и по меткому замечанию одного из наших подписчиков, сегодня мы продолжим наш парад паразитов. Действительно, паразиты настолько поразительны, что я не могу никак остановиться и перестать о них рассказывать, потому что если искать на земле доминирующие какие-нибудь существа, то, пожалуй, все-таки владыками нашей планеты являются паразиты. Их огромное количество, они очень разнообразны и они обладают совершенно потрясающими различными адаптациями. И сегодня речь пойдет о плоском черве. Ну, начало как-то не очень многообещающее. Называется это червь лейкохлоридий парадоксальный. Тоже не вдохновляет. Но на самом деле, если вы увидите улитку, зараженную этим паразитом, то вы будете изумлены просто, потому что его промежуточный хозяин это маленькие улитки. Они называются янтарки. И если янтарка заражена этим паразитом, это очень хорошо заметно, потому что паразит проникает в глаза улитки, в ее глазные стебли. И он очень яркий, а еще и пульсирует. Ну, с довольно высокой частотой. От 40 до 75 пульсаций в минуту. И выгляните это просто фантастически. Не случайно таких улиток называют зомби, потому что действительно выглядят они очень необыкновенно. Такое ощущение, что они пришли на какую-то дискотеку. Итак, наземные улитки являются промежуточными хозяевами. А вот основными хозяевами являются птицы. Разные виды птиц из отряда воробьинообразные. В том числе, например, наши обычные воробьи и синицы. Вообще, этот паразит встречается в Европе достаточно широко, в том числе и в нашей стране. И, кроме того, встречается в Японии. Любит, как правило, какие-то влажные места. Но именно там встречаются те самые промежуточные хозяева янтарной улитки, на которых этот паразит проявляет себя таким необычным способом. Взрослый паразит живет в клоаке птицы. И с пометом птицы яйца попадают на различные растения, которые поедаются улитками. Соответственно, когда улитка вместе, например, с травой или листьями съедает яйцо паразита, то внутри улитки происходит трансформация. Из яйца вылупляется личинка. Сначала это маленькая подвижная личинка, которая называется амероцидий. Эта личинка покрыта маленькими ресничками и способна передвигаться в водной среде. Затем происходит следующая трансформация, и эта маленькая подвижная личинка превращается в другую личинку, которая называется спороциста. Спороциста начинает ветвиться, у нее появляется несколько довольно длинных ветвей. И на некоторых из этих ветвей образуются такие утолщения, которые называются выводковыми мешками. В выводковых мешках находится следующая личиночная стадия, которая потом уже попадет в птицу. Так вот, эти выводковые мешки прорастают в глазные стебли улиток. Именно их мы видим, когда улитка заражена. При этом, действительно, ее глазные стебли, во-первых, они утолщаются, и улитка не может их уже втягивать. Они у нее постоянно в таком состоянии находятся. Они очень толстые, они очень яркие, они такие зелено-полосатые, и они еще и пульсируют. И зачем это нужно, спрашивается. Вообще, что такая какая-то странная адаптация, непонятно, зачем она нужна. Ну, в общем-то, на самом деле все понятно, потому что паразит изменяет поведение улитки, заставляет ее выбираться на какие-то более открытые части растений, хорошо освещенные, где такие зараженные паразитом улитки хорошо заметны для птиц. А птица – это основной хозяин паразита. Пульсирующие мешки выводковые имитируют гусеницу. Движущуюся гусеницу – это один из объектов пищевых птиц. И птицы, соответственно, этих фальшивых гусениц склевывают. Таким образом, паразит попадает внутрь организма птицы. Причем птица может склевать не всю улитку, а только вот эти вот глазные стебли с выводковыми мешками. И тогда для улитки это, в общем, неплохо, потому что улита, как мы с вами знаем, очень хорошо развита регенерация. И через какое-то время вместо съеденных птицей глаз вырастут новые, и улитка будет продолжать жить, в общем, своей обычной достаточно жизнью. Ну, а попав в птицу, паразит продолжает свой дальнейший путь. Внутри выводковых мешков образуется множество мелких личинок. Эти личинки сверху покрыты слизистой оболочкой, и, соответственно, когда они попадают в пищеварительный тракт птицы, а через пищеварительный тракт попадают в клоаку, то из этой личинки образуется новый взрослый червь. У взрослого червя плоского, к которым относится лейкохлоридий, есть специальные присоски, которые позволяют ему в клоаке птице закрепиться. То есть при помощи двух присосок, которые находятся на брюшной стороне его тела, он прикрепляется внутри клоаки, и, в общем, цикл весь продолжается, все продолжается снова. Эти черви, кстати, гермафродиты, соответственно, производят множество яиц, и эти яйца опять с пометом птицы попадают на растение, и все происходит снова. Как влияет, собственно говоря, паразит на улитку? Мы уже говорили, что в некоторых случаях это для улитки не смертельно. Благодаря хорошей регенерации улитки со временем отрастают новые глаза. Единственное, что отмечено, что когда паразит этот поражает улитку, улитка, соответственно, перестает размножаться. Она теряет способности к размножению, но при этом все равно все прочие свои способности она сохраняет. Зараженные улитки могут жить не менее года, то есть на жизнеспособность их сильно такой паразит не влияет. Так что, если увидите такую улитку, будете знать, что это в ней пульсирует, и что таким образом проявляет себя очень необычный паразит, который делает это животное настоящее зомби. Ну что ж, пожалуй, на этом все. Вы не забыли подписаться на наш канал и поставить нам свой лайк. Приходите к нам в музей, мы всегда рады вас видеть, и всем хорошего дня. Пока!